В этом эпизоде интервью с Владимиром Игловиковым, известным также как Тернаут. Володя служил в десанте, закончил аспирантуру по физике в США, а сейчас работает в сфере компьютерного зрения в компании ЛИП в Калифорнии. Он расскажет, чему научился в ЭДВ, как попал в Data Science и смог продать свои достижения на Кэггл, сколько зарабатывают инженеры в Долине, как получить визу в США, и что нужно изучать сейчас, чтобы быть востребованными через 10 лет. Поехали! Володь, как ты в армии оказался? Ну, идея была вот чем-то. Я учился в физмат-школе, я занимался математикой, какие-то олимпиады. У нас выпускные экзамены в школе, там, за вступительные университеты. Все было достаточно так просто, прямолинейно. Дедушка у меня был профессор, у мамы два высших образования, у папы высшее образование, у обеих сестер сейчас кандидатские защищены. То есть, ну, такая достаточно академическая семья. Я вот смотрел вокруг, и вот оно было хорошо, но мало. И достаточно скучно, в том смысле, что если делать то же самое, что и все, то и получать будешь то же самое, что и все. У меня вот с детства всегда было мнение, что мир, он большой, интересный, ну, и как-то вот нужно пытаться его исследовать. То есть, кто-то это делает так, что вот путешествует в другие страны, кто-то еще что-то. Ну, вот у меня не было на тот момент путешествовать, возможности путешествовать в другие страны. Ну, и я решил расширить свое мировоззрение, свое, наверное, понимание мира через вот такой вот ход, как вот пойти в армию. То есть, во многом мне, конечно, повезло, потому что я служил не в стройбате, вот это было бы очень печально. Я служил там в спецназе ВДВ, и там было плотно, интересно. Не все вернулись там здоровыми, кто-то инвалидами, кто-то вообще не вернулся. Ну, вот в целом, очень интересно было и по навыкам, и вот по времяпрепровождению. Хотя, конечно, дистанцию в армии еще никто не отменял. Да и дачи генерала мы тоже строили. Но, тем не менее, очень интересные два года жизни. Чем ты научился в ВДВ? Научился я там многому. То есть, вот что из этого применим вот прямо сейчас вот к гражданской жизни, это другой вопрос. То есть, из забавного, ну, конечно, я, наверное, еще помню, как пользоваться, например, огнестрельным оружием, там, от пистолетов до снайперских винтовок. В университете, когда я преподавал, я развлекал студентов тем, что, вот, например, швырял ножи в стену, они втыкались, они все были в диком восторге. После этого я им говорил, что вот, а теперь давайте проговорим по физику, угловой момент, и как все это с точки зрения математики происходит. И вот как-то действительно у меня это работало. Но это так уже. Ну, или, например, я не знаю, вот недавно мы с ребятами ходили в какой-то road trip, и вот у нас был там парк национальный, там никого нет, и вот была вероятность там остаться ночевать, там, при минусовой температуре в лесу. Ну, и как-то меня совершенно не пугало, потому что, ну, дело-то привычное, то есть, к этому как-то все готово. Ну, это все как-то действительно какие-то прикладные, не очень интересные вещи. Наверное, больше армия, она меняет манеру мышления и приятия мира. То есть, появляется такой здоровый цинизм, появляется желание и умение работать на результат. Ну, и многие проблемы, которые, ну, я бы так вот, если бы не пошел в армию, воспринимал как проблему, ну, например, вот если меня вот сейчас уволят, да я вообще не напрягусь, потому что, ну, бывает, но это, в общем, никто не умер, и никто не умрет, ничего страшного. Ну, там визу не дали куда-то, тоже, в общем, не то, чтобы криминал. Ну, и какие-то вот такие многие проблемы, которые, возможно, окружающим воспринимаются более болезненно, ну, как-то вот философски к этому относишься, очень сильно упрощает жизнь и помогает сфокусироваться на каких-то интересных вещах, ну, и, возможно, двигаться куда-то по жизни быстрее, интереснее, и вот менять направление движения. То есть, в этом направлении хорошо. Еще вот такой вот есть фокус. Вот сейчас, наверное, мне уже скоро пора будет менять работу, и сейчас я занимаюсь там нейронными сетями, компьютерным зрением в селф-драйвинг-компании, и все вроде бы прекрасно, но мне бы, наверное, хотелось исследовать менеджерскую ветку развития вот в индустрии, в техиндустрии. При этом вот когда меня спрашивают, а есть ли у меня опыт менеджерской работы, ну, вот в индустрии, я говорю, нету, ну, кроме как менторства коллег там или интернов на работе, ну, это так, поскольку, поскольку. При этом я был вот в армии, то есть, вторую часть службы, я был сержантом, и у меня, что называется, как называется, передо мной отчитывались подчиненных, было там более десяти человек. При этом они были старше меня, здоровее, и вот как-то вот желания меня слушаться не было, ну, то есть, вот надо было как-то, чтобы все работало, работать, ну, какие-то развивать лидерские качества, причем не формальные, что вот мне тебе их назначили, а так, чтобы они тебя уважали, и они как-то вот с тобой общались, выполняли твои приказы, ну, потому что вот они верили, что так и надо, и у меня есть подозрение, что вот этот вот навык, вот эти вот наработки и знания, которые, навыки были получены во время службы, но они в какой-то мере перенесутся и вот сюда, вот в инжиниринг менеджер. Как это будет на самом деле, это все надо проверять, ну, действительно, вот сейчас я как-то активно работаю или активно думаю над тем, чтобы вот начать работать вот в этой ветке развития. Так что, возможно, вот этот армейский опыт пригодится и... Отмотаем время на несколько лет вперед, вспомнил, как ты поехал в Америку, учился там на PHD, а потом ни с того ни сего взял и бросил, казалось бы, любимую науку, стал заниматься data science. Вот почему? Ну, я бы, наверное, немножко переформулировал вопрос. То есть, знаешь, как вот есть религия, а есть церковь, также есть наука, а есть академия. То есть, они как-то, вот, наверное, связаны, но это все-таки две разные вещи. То есть, наука, то есть, я не знаю, то есть, в моей жизни две святые вещи. Это, вот, я не знаю, наука и женщины. Вот это вот самое главное. Все остальное второстепенное. Но вот академия, она вот что в России во многом болото, что и, ну, и в Штатах во многом болото. Хотя, конечно, наверное, более эффективно и лучшее финансирование, но, в принципе, многие вещи, конечно, можно было бы улучшить. С точки зрения персонального развития, ну, в академии все было нормально. Когда я пришел в аспирантуру, мы там зверели всем коллективом. То есть, я помню, как мы с одногруппными, когда все очень умные ребята, мы делали домашние задания, и мы встречали рассвет. Вот все вместе пытались одну задачку всю ночь решить. Потому что в 8 утра был дедлайн, и нужно было задать, и мы ее решили, и были очень рады. Это было очень плотно. В первый год аспирантуру у нас один парень просто не выдержал психически, там, психиатр, а потом что-то уехал домой. Но действительно было жестко. И вот это все действительно знания в аспирантуре шли. Поэтому всем рекомендую, ну, в аспирантуру, наверное, ехать в штат действительно хорошо, плотно насыщенный по знаниям, по всему остальному. Но потом как-то вот знания выровнялись, вы нахватались, там, научились публиковать статьи, ездить по конференциям. И вот, а вот что дальше? То есть, ты смотришь на постдока. Ну, постдок то же самое, как аспирант, только, ну, наверное, платит ему чуть-чуть побольше. Но это чуть-чуть тоже не фундаментальное. Постдоки все равно живут там с тремя соседями, а сами спят на коврике у двери. И вот это все при наличии PHD, это все достаточно печально. Поэтому, в общем, а, ну, вот такое для сравнения. Постдок в Стэнфорде, то есть, постдок у тебя PHD, Стэнфорд, уважаемый человек, он в год получает меньше, чем я плачу в год за квартиру. То есть, соответственно, ну, вот такие вот цены. То есть, платит действительно в науке очень мало. Плюс, ну, развиваться там плохо. И это самое, было принято решение уйти в индустрию, тем более, что UC Davis, в котором я учился, он все в часе езды от Кремниевой долины. Многие приезжали, рассказывали. И когда они рассказывали про software engineering, мне это было не очень интересно, потому что backend, frontend, ну, как-то вот не возбуждает после черных дыр, квантовых туннельных переходов, всего остального. Но вот ребята начали, знакомые меня, которые выпустились незадолго до этого, они начали рассказывать про data science. А вот data science, там искусственный интеллект, data science, сети, машинное обучение, большие данные, ну, это все как-то вот заинтриговало, заинтересовало. Я начал брать какие-то вот буквально за несколько месяцев до выпуска, стал брать какие-то курсы на Coursera, курсы были отвратительнейшие. Ну, вот хотя бы что-то я нахватался. И в одном из курсов был упомянут Kaggle, и вот я вот тогда начал вот уже практиковаться на нем, поначалу ничего не получалось, но потом как-то все выправилось, после физики машины его чинят крайне легко. Ну, и действительно, знания увеличились, какие-то вот наработки появились, и это позволило мне найти работу на одном-в-одном стартапе, который занимался, модным словом, energy desaggregation, ну, а по сути это ближе к Internet of Things. Ну, и потом первая работа, вторая, и вот третья, я вот сейчас занимаюсь self-driving, нейронной сети, Computer Vision, очень увлекательно, забавно, но и действительно из физики, то есть совершенно другой немножко расклад, манера мышления, наверное, похожая, но навыки используются немножко другие. Как ты умудряешься Kaggle продавать? Одна из моих ошибок не дали, как несколько дней назад, у нас была конференция H2O World, и вот я рассказывал прям со сцены, там была Kaggle Grandmaster Panel, вопрос бы нам задали такой, вот если вас откатить там на сколько-то лет назад, прежде чем вы начали заниматься Kaggle, вот что бы вот вы себе сказали? И вот ребята говорили, вот там то, сё технологии, там железо, не знаю, я бы себе сказал, что Kaggle эти соревнования нужно продавать. То есть происходит вот что, вот вы решаете задачу, три тысячи человек, вы учитесь там сами по статьям, как-то агрегируете, экспериментируете, коллеги по несчастью, и вообще все это похоже, Kaggle похоже на гладиаторские бои во многом. То есть вот прям вот надо, как говорил Льюис Кэрролл, чтобы остаться на месте, нужно бежать со всех сил. Это действительно очень жестко, и по знаниям, и по всему. Потом вы закончили, и пусть вы где-то в топе, и пусть вы даже первый. Потом соревнование закончилось, вы обсудили это на форуме, и всё. Всем плевать на Kaggle, всем плевать на ваше первое место, и вы как-то, и те знания, которые вы наработали, они никуда не уйдут, они помирают в рамках Kaggle. Поэтому чем я начал заниматься, не далее, как вот, ну, наверное, в том году, я начал вот эти Kaggle-овские соревнования, вот оно закончилось, потом пишется блокпост. Что было за задача, зачем всё это нужно, как это всё решить, и так далее. И выяснилось, что, то есть, ну, для тебя-то это уже какие-то тривиальные вещи, в которых ты поработал, но выяснилось, что это действительно нужно многим. Кому-то для бизнеса, кому-то для академии. Ну, и просто, с точки зрения карьеры, поиска работы, люди вот узнают, что вот ты существуешь, что ты в этой теме разбираешься, и что вот ты там не воду какую-то льёшь нездоровую, а действительно говоришь какие-то интересные технические вещи. После этого я усугубил, начал выступать на метапах, и это позволило мне во многом попасть в лифт. И уже вот потом я начал публиковать статьи. Выяснилось, что вот наработки, которые вы делаете на Кагле, то есть, вот когда вот 3000 человек друг с другом там рубитесь, потом приходите на какое-нибудь CVPR соревнование, где там 10 участников, и ваш там бейслайн, фит-предикт, выводит вас в топ, а это уже очень любят HR, это очень любят на работе. Вот мне они дали в перформанс-ревью, мне это учли, что вот наш Кагловый бейслайн какие-то места там занял. То есть, в этом отношении вот продавать Кагл с точки зрения блокпостов, метапов, статей, там ещё чего-то, это полезно и важно. И это полезно и вам, но что гораздо более важно, это полезно другим. Очень много, безумное количество знаний погибает на Кагле, просто вот погибает там в рамках форума, и вот участники об этом знают, но это очень мало. Мир он большой, и вот люди, они хотят учиться. Мне очень нравится подход Китая. Когда я публикаю какой-то блокпост или там какое-нибудь выступление на метапе, в течение двух дней ребята перебивают его на китайский, оно расходится у них там. Или вот, например, Юра, ML Course Open, когда делал, вот его блокпосты, вот на английском он сделал, вот про эти вот обучения, пандас там какие-то, вот как джи-бусты и так далее, в течение двух дней переводится на китайский, то есть, у них действительно есть спрос на эти знания, они действительно это хотят, и вот те вещи, которые очевидно тебе, или очевидно, ну, на соревнованиях, где-то еще, но они действительно помогают кому-то развиваться, и в индустрии, в академии, и везде. Ну, и опять же, как хочется сказать, карьере, если бы не кагал, вот фиг бы мне, ну, в Data Science было бы попасть очень тяжело, потому что я уходил с физики, у меня в физике написано, вот я делал физику, а теперь, и вот, а вот теперь я хочу Data Science за много денег, но это вот плохо воспринимается, и чарами, да и просто, даже если у тебя есть знания. А потом я переходил, вот из этого Data Science, машинное обучение, у меня в резюме было написано, что вот у меня физика, у меня что-то там Data Science, но вот я хочу же, зубодробительное, машинное обучение. Если бы не кагал, никто бы даже не посмотрел на резюме. А потом мне захотелось компьютерного зрения, селф-драйвинг и так далее. И в резюме у меня было ноль строчек о том, что я делал компьютерное зрение в индустрии до этого, и ноль строчек о том, что я был в Академии. Но был только список выигранных соревнований по компьютеру вижму, и это позволило мне попасть в лифт, селф-драйвинг, но сейчас действительно все это хорошо. С точки зрения знаний, то есть, ну вот про кагал, где-то он переоценен, где-то недооценен. Если ты там грандмастер кагал, это не означает, что ты будешь хорошо приносить value на работе, или даже в Академии хорошо. Но вот какие-то вещи помогают. То есть, мой академический опыт вкупе с моим индустриальным и вот этим кагалом позволяет мне, ну действительно, то есть, чуть не каждый день, но очень много на работе. Я просто анализирую соревнования, смотрю, что полезно к текущим задачам. Мне вот какие-то новые идеи, наработки, трюки, они вот идут в прот, и это действительно сильно помогает, ускоряет гораздо лучше, чем если бы я просто шел какими-то стандартными решениями, потоками. Так что да, кагал полезная штука, если это правильно продавать. Так что всех призываю, пишите блокпосты, выступайте на метапах. Ну и вот как-то, да как минимум после вот такой вот трюк. Ладно, вот людям, вот опять же, кто с ЭДС и смотрит, если вы закончили соревнования, ну как минимум напишите на LinkedIn в проектах, что вот там выиграл или участвовал, имплементировал какие-то алгоритмы и что-то вот как-то у вас получилось. Это тоже засчитывается, это тоже позволит там людям узнать, что вы существуете, найти вас, ну и возможно приведет к каким-то интересным карьерным возможностям. Ты сказал, что студент в Стэнфорде, PHD, получает в год меньше, чем ты платишь за квартиру. А сколько же он получает и сколько ты платишь за квартиру? В отличие от индустрии, в академии зарплаты более-менее стандартные. Ну, в зависимости от штата, наверное, тоже зависит, и о моей географии, но не очень сильно отличается. То есть в условном там Чикаго где-нибудь, ну, наверное, чуть меньше платит, чем в условной Калифорнии, но сопоставимо. Стандартная примерно ставка грязными, то есть до уплаты налогов, у аспиранта платится 25 тысяч долларов. Хочу отметить вот такую штуку, которая мне была совершенно неочевидна, когда я учился в России. Вот если ты в России аспирант, то тебе платят какую-то там стипендию, ее не хватает на жизнь, и ты, ну, даже там, если вы в пятером в одной квартире живете, не хватает, и нужно где-то работать на стороне, ну, и во многом это замедляет развитие науки и всего остального. В Штатах система другая. В Штатах бакалавриат очень дорогой, там 20 тысяч, 50 тысяч в год, поэтому в бакалавриате в Штатах учиться, ну, накладно. А вот аспирантура, особенно по техническим специальностям, институт платит тебе. И вот этих 25 тысяч, которые в аспирантуре, например, мне платили, видите, Дэвиси, да, я снимал, у меня была своя комната, я снимал, то есть, ну, дом там на четверых человек, ну, в общем, хватало слетать домой, выпить пиво, там, на сноуборде покататься, то есть, ну, было нормально. Но это вот у аспирантов, у них 25 тысяч. У постдоков зарплата примерно от 45 до 55 тысяч, у постдоков, по-моему, 55. Соответственно, 55, это грязное место, ну, вычитаем налоги, ну, я не знаю, пусть будет там 20, там, 30 процентов, но остается, грубо говоря, ну, я не знаю, там, тысяч 30. Вот, а при этом, ну, например, квартира стоит, ну, в Сан-Франциско, там, однокомнатные, которые ты платишь, ну, это 3 тысячи долларов, там, в месяц, там, как минимум, то есть, ну, это комната, это гостиная, там, плюс-минус. Ну, в целом, ну, получается, что вот 30 тысяч, которые чистыми, получают постдок в год, ну, вот, больше, чем это, уходит на квартиру, если бы он снимал ее, ну, вот, как, квартиру для себя. А, соответственно, если когда ты уже получил PHD, и когда ты вот уже, ну, хочешь, наверное, что-то там жениться, или там, хоть сам пожить, или какие-то вещи, ну, еще что-то делать. Опять же, на том же сноуборде покататься, домой слетать, машину купить, там, на Гавайи иногда, очень приятно иногда на Гавайи летать. Ну, и вот, зарплата постдока выглядит на эту тему очень печально, ну, и поэтому, да, то есть, постдок такая очень печальная штука, особенно в Стэнфорде, потому что, вот, ну, вроде бы и Стэнфорд, но вот жилье здесь очень дорогое, потому что Стэнфорд окружен лифтом, Теслой, Гуглом, Фейсбуком и всем этим остальным, и цены в Кремниевой долине, они зашкаливают. Окей, индустрия, а сколько в индустрии тебе платят? Так, сколько мне платят, я не скажу, но скажу тебе вот так, иногда летают, то есть, в принципе, вилки известны, сколько платят технических компаний. Там, конечно, есть свои нюансы на тему того, что вот что-то он оклад и он кэшем, а вот что-то он там акции и он по ситуации, например, вот у лифта, вот сейчас акции и они сразу все станут деньгами, все сразу станет гораздо интереснее. Но, тем не менее, вот даже если учесть, что вот все вот фантики это деньги, ну, вилки известны, то есть, грубо говоря, там, с PHD, там, фрешград получает, но у него тотал, ну, наверное, там, от 200, там, до 300. То есть, если у тебя сколько-то лет опыта, ну, наверное, уже там и блокпосты на эту тему не врут, но от 300 до 500, ну, вот да, я вот в этом диапазону. Получается, в 10 раз больше, чем в Академии? Ну, действительно, то есть, 10 раз, да, наверное, вот так, ну, не 10, не 10, ну, налоги, конечно, тоже прогрессивные, то есть, чем больше ты получаешь, тем больше ты налогов, соответственно, ну, сейчас я, наверное, плачу процентов 40, ну, или вот в том вот диапазоне, то есть, ты платишь 40 процентов от оставшегося у тебя, там, квартира отъедает, там, еда тоже дорогая, но все равно, как ни крути, как ни умножай, как ни укругляй, откладывание на пенсию и так далее, ну, это вот сколько ты лег в Академии, ну, и соответственно, вот с Академии все сейчас массово валят, что профессора, что студенты, что постдоки, ну, просто потому, что вот ты, вроде, постдок в Академии, уважаемый человек, но при этом, какой-то джуни, ты можешь пойти джуниером, куда-то там, дейта-сайентистом, получать будешь фундаментально уже больше, ну, и качество жизни улучшится, нервотропки, конечно, больше, там, митинги и вот прочее, но все равно, конечно, да, то есть индустрия, она вот очень сильно привлекает финансовые составляющие, ну, это раз, а во-вторых, ну, вот, Кремниевая долина, тут очень интересная индустрия, все очень быстро меняется, с одной стороны, везде колхоз, какое-то разгильдяйство, и каждый может рассказать на работе, как у них там все плохо организовано, но при этом, каждая компания, что стартап, что большая, очень быстро все производит, итерирует, куда это несется, захватывает рынки, мне хочется, опять же, напомнить, ну, как, щелкнуть по носу, условно, Яндекс, Мейл.ру, и все остальные, которые в России считаются технологическими гигантами, но которые в мировом масштабе, они вот очень мало, что значат, и это крайне печально, потому что технологически очень серьезные компании, но вот нет амбиций, условно говоря, Гугл думает, как добавить там страну на карту в Гугл Мэпс, а там, а Яндекс думает, как добавить вот за то же время к Арганду, но это совершенно разные масштабы, и да, действительно, то есть индустрия привлекает в Кремниевой долине не только зарплатами, но и вот просто научиться, как вот весь вся эта вот странная штука, которая работает на больших масштабах с очень умными людьми, как все это организовано происходит, особенно учитывая, что в среднем в Кремниевой долине люди работают в компаниях полтора года, то есть вот еще и текучка кадров совершенно безумная, ну вот как-то вот дикий колхоз, но все работает очень классно, есть чему поучиться, поэтому я бы всем рекомендовал, особенно кому там лет не очень много и не обросли там семью, там с десятью детьми, ну хотя бы годик, какое-то время поработать в Кремниевой долине, тут как-то вот чтобы пощупать, посмотреть, как оно, что и как, ну и потом при желании уже возвращаться домой или там Европу или какие-то другие места, ну потому что действительно по знаниям soft skills, hard skills и так далее можно много чему научиться. И этим, конечно, меня тоже очень сильно привлекала Кремниевая долина, ну и да, поспособствовала появлению моей мотивации для того, чтобы переехать сюда. Желающих, я думаю, будет много послушать твой призыв, но вот только как поехать поработать в Кремниевой долине из России? Вот есть какой вариант, долгий вариант, как делал я. Можно, не выезжая из России, я вот даже из Питера не выезжал, поступить в аспирантуру. Это достаточно просто, в Стэнфорд сложнее, в Аризону, наверное, попроще, но в принципе это там достаточно, ну не сложно это, то есть совсем не сложно. Вот, потом учишься в аспирантуре, аспирантура 4 до 6 лет, ну скорее всего 5 или 6. После окончания аспирантуры тебе можно по студенческой визе здесь работать 3 года. То есть после физики, вот я как раз по студенческой визе начал, а потом тебе уже можно на H1B и на какие-то другие. Ну это вот такой долгий вариант, но это, наверное, тех, кто вот думает ехать в Академию, в аспирантуру, в Штаты или в Европу, ну, наверное, я бы рекомендовал в Штаты, ну это одна из причин. Аспирантура сильная, ну и плюс вот такой вот визовый вариант. Есть еще вариант L1 визы, как я понимаю. Это как, грубо говоря, ты вот работаешь в условном Фейсбуке там год, а потом тебя переводят сюда в Штаты. То есть вот так и много ребят так же переезжает. Ну это Фейсбук, Гугл, ну и много разных других. Компания, стартапы, в принципе, тоже так делают. Есть еще один вариант, забавный вариант. То есть мне про него много рассказывают, и вот даже есть много примеров, как у ребят получается, но он такой O1. ...types of O1 categories. Aliens of Extraordinary Ability, O1A, and Aliens of Extraordinary Achievement, O1B. In order to qualify for an O1 visa as an alien of Extraordinary Ability, a foreign national must submit evidence establishing that he or she has demonstrated Extraordinary Ability in one of the five following fields. Science, Education, Business, Athletics, or Arts. In order to qualify for an O1 visa as an alien of Extraordinary Achievement, a foreign national must submit evidence establishing that he or she has a record of Extraordinary Achievement in either the motion picture or television industry. It is important to note, however, that it is not enough simply to establish that an O1 petition beneficiary is an alien of Extraordinary Ability or Extraordinary Achievement. The foreign national must be seeking an O1 visa to work in a position that requires Extraordinary Ability or Achievement. An O1 visa petition is filed on the form I-129. The O1 category does not permit self-petitioning. However, unlike other popular non-immigrant work visa categories such as H-1B and L-1, the O1 category does not necessarily prohibit traditional self-employment scenarios. Provided that the requirements are met, an agent may act as a petitioner in certain self-employment scenarios. of course, the O1 or other people Людей я тоже знаю достаточно много, но там, по-моему, шансы уж совсем маленькие. Есть еще один вариант, на ком-то жениться или выйти замуж, но он тоже достаточно сложный и нетривиальный. Поэтому, да, есть свои проблемы с переездом. Самый простой, наверное, это L1 или O1. А для тех, кто там как-то ближе к академии или думает, куда идти в аспирантуру, ну, можно подумать по студенческой визе, как я переезжал. В чем сейчас заключается твоя работа? Ну, рассказывать в деталях про свою работу я не могу, опять же, потому что NDA, и прочее, ну, и даже если какие-то простые вещи, ну, на работе по голове не погладят. Ну, вот так вот на высоком уровне я работаю, то есть, ну, селф-драйвинг обычная вещь, в нем всякие машины обучения, ну, это если посмотреть блокпосты, информации, ну, там есть несколько команд, которые могут и должны этим заниматься, но основная это те, кто делает карты для селф-драйвинга, то есть, вот как Google Maps, только сантиметровой точности с большими деталями, так называемые HD Maps, и есть много стартапов, которые вот делают только это, то есть, подготавливают такие карты для селф-драйвинг-компании. Вторая команда, которая занимается машинным обучением, ну, это те, которые на машине уже там что-то там распознают или что-то делают. Ну, вот я как раз занимаюсь картами, с картами что хорошо, и во многом почему я занимаюсь здесь, а вот не на самой машине, потому что карта считается в оффлайне, в облаке, ну, и, соответственно, можно как-то, то есть, они ближе к науке, в том смысле, что не очень паришься на тему, там, какая там скорость инференса и как все быстро работает, то есть, есть какие-то ограничения, но можно делать интересные, там, злые, точные модели, какие-то эксперименты, то есть, на части похоже на Kaggle, то есть, во многом поэтому многие трюки можно переносить. Ну, и вот, да, то есть, пользуется там диплёнинг, компьютерное зрение для построения вот таких вот карт на основе тех данных, которые мы коллекционируем. Очень интересно, очень увлекательно, и по сравнению с моими предыдущими работами, ну, это действительно большой, там, степ-ап. Но, с другой стороны, на фоне физики, вот, всем, чем я занимался, это, конечно, сильный даунгрейд. Физика все-таки one love, и вот, когда вот на пенсию выйду, чтобы мне не нужно было думать, там, академия, там, какие-то академические политические игры, займусь наукой. Ну, вот, когда это будет пока непонятно, но вот обязательно, да, у меня есть большой туду-лист о том, что можно из диплёнинга привнести физику из физики в диплёнинг. Ну, вот, это требует некой вдумчивой работы. Ну, вот, я надеюсь, что если все это до меня не сделают, ну, вот, на пенсии этим и займусь. И что в этом туду-листе? Ну, есть много наработок. То есть, в физике за 20-й век, там, 19-й век, там, начало этого века мы придумали очень много интересных приемов, трюков и очень нетривиальной математики. С другой стороны, если посмотреть на современное машинное обучение, ну, я не знаю, ну, первый класс, ну, линейная алгебра, ну, какая-то статистика, ну, может быть, немножко, там, какое-то интегрирование, и то достаточно детское, мы там, в школе такое делали. И это совершенно не тот уровень, который на современной физике. Есть, вот, если поехать сейчас на конференцию, какой-нибудь CVPR или так далее, ну, вот, таких вау-эффектов, что, вот, там, ходишь, думаешь, нифига себе, что прикрутили, о, тут еще кого-то человека побили. Гораздо меньше, чем было раньше. И во многом, я думаю, это связано с тем, что, ну, вот, как-то вот высосали все вот из этой вот линейной алгебры и вот простой математики. Ну, и вот, чтобы сделать какой-то переход дальше, ну, наверное, нужно прикрутить римовую гелиометрию, теорию групп более агрессивно сделать, какие-то, вот, разложения очень интересные, какие-то обобщенные функции и так далее. То есть, то, что физики достаточно простые, ну, как часто используемые вещи, а здесь, ну, либо пока мы не придумали, как прикрутить, либо, вот, просто оно не работает. Хотя, с другой стороны, мне очень понравилось, конференция была по весне, там, best paper была про какой-то, там, сферические, там, конволюционные сети, ну, и прямо видно было, что написано физиками, там, какие-то интересные сферические гармонии, какие-то разложения, у меня прямо душа радовалась. Будем надеяться, что таких работ будет больше, но вот у меня на эту тему, в связи с тем ресерчем, который я делал, тоже есть какие-то идеи. То есть, это вот, из физики принести в диплёнинг. С другой стороны, есть и обратный поток. Тот же, вот, физика тоже во многом уперлась и тоже во многом вышла на плато, поэтому все говорят, что физика была наукой 20-го века, а нифига не 21-го. Ну, и вот, тоже в физике очень много всяких приложений для, вот, техник, ну, диплёнинга, ну, банально, например, многие вещи в физике просто не посчитать, но мы можем диплёнингом, там, машинным обучением что-то там натренировать, но там других данных экстраполировать туда и заниматься реверс-инжинирингом. И вот хватает работ на эту тему. Ну, и, например, та научная группа, в которой я был в Юси Дэвисе, ну, она на эту тему публикует, делает, но там все достаточно ранних шагах. Ну, и вот есть у меня идея, как все это можно и нужно усугубить, но, опять же, требует сесть, заняться, сделать, освободить мозг от митингов, и вот каглов, и вот всего остального, да, но потом, когда идут руки, так и сделаю. Ты много с кем работал? Ты работал и с менеджерами, работал с профессорами разными, со стартаперами, с инвесторами, с обычными разработчиками, с ребятами из ВДВ служил, в конце концов. С кем тебе интереснее всего работать? Ну, работать дело такое. Работать, в принципе, не мое, я никогда этого не скрывал. Я вот как с Академии пришел, я понял, что работать – это, в принципе, не мое. Но все равно, конечно, приходится, поэтому, скорее, по-другому. С кем мне нравится больше общаться? То есть, работать я могу со всеми, даже вот говорят, что вот с мудаками работать не надо, можно работать с мудаками, просто у этого есть цены. А если ты готов эту цену платить, ну, значит, можно. Если не готов, ну, наверное, не стоит. С точки зрения общения, мне всегда нравилось общаться с теми людьми, которым мало. То есть, те, которые готовы, например, ну, я не знаю, там. Вот человек работает в условном гугле, получает свои, там, 600 тысяч, потом бросает все, делает свой стартап, гробит два года, он не взлетел. Вот с ним пообщаться интересно. Ну, или взлетел, неважно. То есть, когда вот человек как-то вот хочет чего-то большего. В Академии тоже мне интереснее было общаться не с теми людьми, которые вот поставили публикацию, там, статей по какой-то теме на поток, и 20 лет ее эксплуатируют. Но это как-то вот очень скучно. Те, которые что-то хотят новое куда-то применить, куда-то рыпнуться, там, чем-то пожертвовать, рискнуть и так далее. Ну, и в этом отношении, например, то есть, на работе. То есть, можно общаться, там, с рядовыми, там, этими, софтвероинженерами. Ну, нормальные все ребята, какие-то свои интересы, там, вот, менеджеры тоже свои какие-то интересы. Уже сказал, те, которые вот бросили все и вот куда-то вот свои какие-то новые идеи, с ними ощущаться гораздо интереснее. Ну, или, например, вот так. Недавно в рамках раздумий на тему того, чтобы нужно сделать свой стартап, начал как-то вот проверять ситуацию на рынке, общаться с какими-то вот экзеками ранних стартапов и этих самых инвесторами. Ну, и тоже очень интересно, новый дивный чудный мир. Вот те же инвестора живут совершенно в другом мире, у них постоянно какие-то деньги замешаны, они рискуют с этими стартапами. Они как-то очень прагматичные, циничные даже во многом. То есть, я не уверен, что вот мне хватит на 10 лет общаться с ними, будет очень интересно. Но вот прямо сейчас совершенно дивные новые люди, очень круто. А, с точки зрения, ну, наверное, такой, ну, не российский, черт его знает, даже не знаю, как сказать. Но вот я думаю, что многие согласятся, что общаться с теми людьми, которые жили там в 10 странах, гораздо интереснее, чем с теми людьми, которые жили только вот в одной какой-то стране или в одном каком городе, и их восприятие мира основано только на вот этом вот городе, что они видели по телевизору. В этом отношении Штаты лучше, чем даже условная Россия, потому что тут все понаехавшие. А Кремниевая долина еще лучше, потому что ребята едут со всего мира, кто-то за деньгами, кто-то за знаниями, кто-то еще зачем. То есть, такой вот проходной двор людей, которые с разных стран жили непонятно где. И тут, ну, совершенно спокойно встретить человека, который там жил в Европе, там, на Бали, потом в Азии, потом сейчас живет в Кремниевой долине. Что за стартап ты собираешься пилить и с кем? Я не знаю ни одного человека в Кремниевой долине, там, программиста или дейта-сантиста, который либо не пытался делать свой стартап, либо он не думает на эту тему. Я, в общем, в этом отношении не исключение. Во многом... Это правда. Тут в каждый стартап зайдешь, там по пять фаундеров сидят, что-то там пишут, там, еще что-то делают. В этом отношении... Ну, во-первых, такой прэшер соушал, что все на эту тему думают, общаются и постоянно... Вот у нас недавно несколько ребят с работы, там, серьезные инженеры на высоком уровне. Они ушли в какие-то мелкие стартапы, потому что, ну, вот там, душа зовет, и вот как-то хочется что-то вот такого. Но в этом отношении я тоже не исключение, тем более, что вот мне всегда были интересны знания, и вот эти вот несколько лет работы в индустрии, там, селлдраминг и селлдраминг, у предыдущей компании. Ну, как-то вот что-то у меня некое насыщение по знаниям идет, нужен какой-то следующий, там, естественный шаг. Ну, и выглядит так, что вот в определенный шаг в ближайшем будущем, не очень далеком, ну, нужно будет как-то вот расправлять крылья и делать свою стартапу. С кем его делать, это хороший вопрос, но, в принципе, вот ребята тут есть знакомые, которые и по технической части, и вот работать с ними приятно, и вот что-то такое есть. Ну, и бизнесовые тоже такие ребята есть. С точки зрения, чем именно заниматься, ну, естественно, это должно быть, там, машинное обучение, потому что, во-первых, оно мне сейчас интересно, во-вторых, и тема хайповая, ну, и бизнесовых приложений очень много. А вот что именно, ну, вот об этом, я думаю, будет иметь смысл поговорить, когда что-то начнет взлетать, что-то куда-то, ну, как-то пойдет, и уже говорить не о том, что я хочу сделать, а о том, что я уже сделал, и вот какие, почему это хорошо или плохо. Так что, возможно, через год, там, через два или когда-то мы сможем продолжить этот разговор, но уже более конструктивно, и вот, на тему той компании, которой у меня будем надеяться к тому времени, ну, хотя бы на ранних стадиях будет. А не опасаешься, что уйдет зарплата и уровень жизни вместе с... Да, зарплата уйдет в ноль, это понятно, уровень жизни будет совершенно, там, нервотрепка и все остальное. Это я не то, что не опасаюсь, я это ожидаю. То есть, это вот непонятно, как этого избежать, да и нужно ли это избежать. Но во многом это и драйв, во многом это что-то новое. То есть, если бы это будет точно так же, как и сейчас, только вот там, то есть, ну, где драйв, где интерес, где знания. Я думаю, что во многом люди идут в стартапы, потому что вот этот вопрос выживания, какие-то краткосрочные перспективы, там, стресс, то есть, вечная там неопределенность, ну, в этом есть свои интересы, есть свой драйв. Ну, и, в принципе, меня всегда это привлекало, возможно, видишь, я в армию-то, когда пошел, я понятия не имел, что там ожидать, но вот как-то вот что-то меня в этом привлекало, и действительно получилось. Ну, и потом, вот, я не знаю, опять же, из Академии приходил в индустрию, у меня тогда незнакомых толком не было ничего, то есть, окунулся как в холодную воду, очень увлекательно. Я думаю, что здесь будет то же самое, только жестче. То есть, в принципе, я не опасаюсь, что все будет плотнее, я этого ожидаю. Но будем надеяться, что получится, эта ставка куда-нибудь как-нибудь приведет, если не к деньгам, славе женщин, то хотя бы к знаниям. Ну, жестче, чем ВДВ, я думаю, не будет уж точно. Поэтому тебя уже, скорее всего, не удивишь. Ну, да. Ты активно продвигаешь идеи менторства в ОДС. Расскажи, почему. То есть, ну, наверное, потому что мне менторства всегда не хватало. То есть, ну, можно по жизни идти и находить каких-то менторов, которые сильно упрощают тебе жизнь, а можно как-то учиться на своих ошибках. И оба направления имеют свои преимущества. Вот с менторами обычно это раз в 10 эффективнее. То есть, во многом, например, если сравнить, там, хороший университет или плохой, у них, может, и преподавание-то и одинаковое, может быть, там и вроде статьи, и оборудование все одинаковое, и люди там одинаково умные. Но в одном из них поставлен процессы так, чтобы там профессуры и более старшие товарищи менторят младших, сильно ускоряя их развитие. Ну, а в менее хороших университетах нет. То есть, ну, менторство в ОДС у нас разве-то плохо. То есть, с одной стороны, ОДС – это совершенно уникальный источник знаний, уникальный совершенно специалист, и там, ну, по машинному обучению, там, совершенно разному, и с разных стран занимаются разными. Ну, вот они существуют, и они, в принципе, готовы там делиться знаниями. Отчасти вот этот концепт больше блокпостов, статей и прочего тоже укладывается в это направление. А с другой стороны, вообще много людей приходит, они не знают, как перейти. Я помню, как я мучился при переходе с физики, и вот просто я вот вроде и парень умный, готов учиться, но не было понятно, что учить, в какой последовательности, почему и как это все с чем-то связано. И вот сейчас, если бы я посмотрел назад и, грубо говоря, менторил себя, когда я переходил из академии в индустрию, ну, это все было бы фундаментально проще, и вот прям вот я, наверное, сейчас был бы на другом уровне. Менторство в ОДС не очень развито во многом, потому что, ну, такой вопрос просто не поднимается. То есть, наверное, мне бы хотелось, что ребята, которые, ну, вот менее опытные, присоединяются к ОДС, когда, во-первых, им нужно задавать больше вопросов. Очень много людей стесняется задавать вопросы в публичных каналах, и это очень плохо. То есть, ну, нужно задавать вопросы. Это раз. Старшие товарищи, ну, кто или там не старший, а кто в этой теме уже разбирался, они помогут. В принципе, вот, например, мне очень понравился опыт Артура Кузина, который было вот как-то соревнование на Кагле, он его делать не хотел, но он знал как. Вот были какие-то студенты, которые, в общем, хотели там научиться его делать, и у них было там желание, какой-то технический скилл, и вот они сбились в команду, и вот они ушли куда-то в топ на этой задачи про эту самую классификацию камер, потом каких-то академиков там порвали, денег выиграли, ну, и потом мы с ними вместе статью опубликовали. Ну, вот это и вот ребята, студенты научились, и там как в команде работать, и по технической части, ну, и Артуру там как-то сэкономило. То есть, в этом отношении, наверное, хотелось бы больше, чтобы в ОДС у нас функционировало в таком режиме. Опытные товарищи, которым лень, и менее опытные товарищи, которых есть мотивация, энтузиазм, ну, и готовы учиться, чтобы, ну, как-то ребята друг к другу координировались и больше работали, это, может быть, Kaggle, Pet Project и так далее. Но, в принципе, это все достаточно тяжело. Например, вот, ну, иногда вот, скажем, смог бы я менторить кого-то, кто сейчас живет в России? Наверное, нет, потому что разные тайм-зоны, разные затраты по времени, и вот все это не очень удобно. А вот если бы кто-то, например, я не знаю, жил где-то здесь, и вот хотел какое-то менторство, ну, и вот как-то с энтузиазмом к этому подошел, ну, условно, в Сан-Франциско, ну, это был бы другой разговор. То есть, я сейчас менторю вот ребят на работе, несколько человек, там, софтвер инженеров, коллег, по осени. Ну, вот это действительно очень удачно получилось, но во многом потому, что очень много личного общения, потому что задачи, которые мы делаем, ну, вот они как-то похожи. Хотелось бы это усугубить в ОДС, но для этого нужны какие-то шаги, которые не очень понятно, но, наверное, должна идти инициатива с низов, то есть, в канале Welcome ребята говорят, вот, я хочу научиться, я вот решил, присоединился, ну, и потом они сидят, читают, там, какие-то сообщения, или вот просто ничего не читают, и никуда это не идет. Ну, наверное, чтобы они как-то чуть более агрессивно просили помощи у старших товарищей, больше спрашивали в разных каналах, и когда я говорю старшие товарищи, я не говорю какой-то конкретный человек, например, я могу в одной теме разбираться и быть там старшим товарищем по отношению к другим, а какой-нибудь там, я не знаю, бэкэнд, так я там джуниор, там, вот просто по нулям, и я вот спрашиваю вопрос у тех, кто вот в этом разбирается. Короче, больше общения, больше вопросов по делу, ну, и, наверное, больше работы в команде, соревнований, или подпродекты, или что-то еще. Хотелось бы, чтобы в ОДС это как-то развивалось чуть больше. Как найти себе ментора? Ну, наверное, надо, ну, и в ОДС, наверное, это проще. То есть, если ты хочешь ментора, ты хочешь не фундаментального ментора, который тебе там по жизни все сделает, а, наверное, под какие-то конкретные направления, ну, вот условные, не знаю, там, компьютер-вижн. Ну, в принципе, вот в каналах диплёнинг или компьютер-вижн видно людей, которые отвечают по делу, ну, наверное, можно с ними как-то обратиться, поговорить, там, попросить о помощи. Возможно, не то, что станем им ментором, а вот не мог бы ты мне прояснить, что и как в этом проекте. Но это уже вот хорошее начало. Как ты думаешь, чему сейчас стоит учиться, чтобы через 10 лет оставаться востребованным? С одной стороны, вот это, в компьютер-сайенс и прочих направлениях, то есть, ну, нужно учить компьютер-сайенс в том или ином виде. Потому что всё это развивается, этого не хватает. Ну, я вот так смотрю, как было 10 лет назад, смотрю, как вперёд. Существуют дикие проблемы с наёмом софтвер-инженеров, с наёмом дейта-сайентистов, с наёмом тем, кто умеет писать код. И вот даже вот люди, которые приходят из академии, условный PHD по физике, у него куча там статей и всего прочего, если он код не умеет писать, он нафиг никому не нужен. Ну, наверное, кому-то нужен, но за очень малые деньги. Ну, и работа неинтересная. То есть, с другой стороны, мне очень не нравится, что вот народ, много разработчиков, для многих задач в программировании достаточно, ну, знать какие-то наработанные приёмы, там, я не знаю, загуглился такой workflow или там какие-то вот просто чему-то научился, но нет такого глубокого копания вглубь. Во многом из-за того, что, ну, наверное, математики, может, людям не хватает, а может, просто мотивация. Это математика, причём не на уровне линейной алгебры или вот там, не знаю, статистики простой или ещё чего-то такого, первый-второй курс университета, но стараться усугублять, то есть, так, чтобы было очень плотно, как в теоретической физике или там математике, теории групп, там, не знаю, Риммонова геометрия, там, ТФКП и прочее. Возможно, сейчас в тех же нейронных сетях это всё не используют, но, как я уже сказал, я очень надеюсь, что скоро это получится и какие-то вот наработки идут, поэтому, а, это всё на коленке за полвечера, там, как условный диплёнинг нынешний не учится. То есть, может получиться, что нужно будет потратить сколько-то лет и вот догонять будет очень тяжело. Ну, в общем, короче, два направления. Надо, чтобы люди знали математику и чтобы умели писать код. Но это мало. В принципе, ну, вот представь, мир через 10 лет, все знают математику, учат писать код. Это будет очень скучный мир. Мне бы очень хотелось, чтобы вот кроме этих двух обязательных направлений люди занимались чем-то интересным. Не далее, как вот два дня назад, я был на этой конференции, H2O World, и там вот профессоры с какого-то университета компьютер-сайенс, они рассказывали о том, как применять технологии компьютерного зрения для того, чтобы отслеживать больших животных, типа китов, там, оленей, жирафов, носорогов в мире для какого-то подсчета и так далее. И вот профессор, который это рассказывал, просто вот у нее горели глаза. И это было очень прикольно. Так что мне бы хотелось, чтобы вот люди знали математику, физику, но еще вот применяли это к тому, к чему-то, вот что вот не про деньги. И вот даже или про деньги, но вот где-то чуть в стороне. Биология, химия, психология, социология и так далее. Именно там, возможно, будет ваш следующий там блестящий стартап, или там будет научный прорыв, или там будет еще то что. Так что, в общем, короче, вот эти два и вот что-то для души. И тогда у вас проблем с интересной работой, с оплачиваемой работой, вот с чем-то таким уже не будет. Три совета для новичков в ДС. Так, ну что такое ДС, прежде всего? УДС – это уникальное сообщество, меритократическое, ну иногда токсичное, иногда часто. Ну специалистов по машинному обучению, это сайенсу, причем бизнесовому или вот небизнесовому. Есть ребята Google, Facebook, Uber, Lyft, Airbnb, Tesla, Яндекс, Сбербанк, китайские компании. Ну в общем, короче, со всего мира, Alibaba, Amazon, не знаю, море всяких, Microsoft, кого я еще там забыл, Airbnb и так далее. То есть куча разных людей с разных больших компаний, маленьких компаний, с разными интересами, и в принципе они готовы делиться знаниями. Это опять же, к вопросу менторства. И при этом вот приходит новичок в ДС, и все. То есть что для новичку для начала нужно сделать? Ну нужно писать в «Молком», рассказать, что вы существуете и что вы хотите, а потом просто смотреть какие-то профильные каналы, задавать вопросы. Я вот когда в университете преподавал, студентам всегда говорил, самый плохой вопрос – это вопрос, который вы не задали. Конечно, лучше, наверное, посмотреть по сёрчу, там возможно уже пять раз это все уже обсуждали, но даже если вы там не просерчили, и даже если вы задали вопрос, и даже если вам там в тредике там начали пенять, что вы там это уже как-то не использовали сёрч, все равно это лучше, чем если этот вопрос не был бы задан. В общем, задавайте вопросы. Если есть какой-то вопрос, задайте его. Лучше, конечно, в профильном канале правильно сформулировать. Не надо бояться. Люди почему-то боятся задавать вопросы, но не надо этого делать. Лучше плохой вопрос, чем никакой. Это раз. Что еще? Второе. Опять же, возвращаясь к этому вопросу, необязательно вопросы. Участвуйте в дискуссиях. Отвечайте на вопросы. Если есть что поговорить, по делу отвечайте. Во-первых, вы поможете кому-то другому. А во-вторых, что очень важно, люди узнают, что вы существуете. Вот этот визабилити, который в Кремниевой долине, тут все на этом молятся и пытаются и себя пиарить, или, например, в карьер паф в больших компаниях, начиная с уровня 6 или 7, обязательно людям не только на работе какие-то, вот чего-то там, проджекты делать, какие-то прорывы делать, управлять командами, а вот нужно им уже книжки публиковать, выступать на конференциях, блокпосты и так далее. Какая-то публичная активность. То есть, здесь, например, просто жестко прописано в карьер пафе, но это потому, что имеет смысл. То же самое всем новичкам имеет смысл как-то вот знать, что вы существуете. Расшарили какой-то код после соревнований, расскажите об этом в канале. Возможно, кому-то пригодится, даже если он плохо написан. У кого-то есть какой-то вопрос, ответьте на него. Ну, формулируйте, конечно, так, чтобы вам на работе по ушам не настучали за то, что вы там разглашаете секрет. То есть, это надо как-то аккуратно все делать. Но, в принципе, больше общайтесь, причем общайтесь по делу и вот поменьше токсичности. Ну, и третий совет, наверное, ну, не знаю. Я бы, наверное, сказал, проводите больше времени в УДС, но это тоже не очень правильный вопрос, потому что УДС высасывает безумное количество времени и сил. То есть, по знаниям, конечно, очень много, но, наверное, вопрос будет вот такой. Проводите меньше времени в УДС и больше знакомые, друзья, подруги, там, друзья и вот спорт, не знаю, что-то еще. То есть, что-то подальше от технологий, подальше от нервотрепки, подальше от образования, работы, денег и так далее. Просто вот как-то вот анти-УДС совет. Больше проводите времени с собой, знакомыми, ну, и с тем, кем вам хочется проводить время. Спасибо, Володь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!